База в районе хутора Воскресенский – сердце Анапского экотехпрома. Эта организация стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Крымской зоны и несколько месяцев назад приступила к своей работе. Не без трудностей специалисты столкнулись с проблемой систематизации данных и объемами мусора в Анапе. На сегодня нам полностью изучена территория. С начала года транспортная компания, которая у нас работает на подряде по вывозу отходов ТКО, закупила порядка 100 единиц техники. Этот парк постоянно увеличивается. К концу года мы планируем порядка 130 единиц техники, чтобы было для работы в Крымской зоне деятельности. Для примера, несколько месяцев назад в Анапе работали 22 спецмашины. Сейчас парк курортного города увеличился до 47 единиц. Возросло и количество работников, а также контейнеров для сбора ТКО. Кстати, вскоре их разместят на новых площадках. Сегодня мэр курорта Василий Швец и заместитель председателя Совета депутатов Игорь Филимонов побывали на технической базе рекоператора во время рабочего объезда, где оценили концепцию декоративного оформления. Василий Швец также предложил рассмотреть возможность производства таких площадок на территории Анапы. На ближайшие сессии мы сейчас принимаем, вместе с депутатами, с коллегами нашими, мы принимаем, утверждаем бюджет как раз непосредственно на организацию размещения этих контейнерных компаундов, так называемых. Местоположение, схема уже тоже, в принципе, она разработана. С рост под этнодзором она уже в завершающей стадии согласования. Поэтому я надеюсь, что мы уже с августа начнем размещать. Как образец, как пример, нормально. Единственное, немножко, чуть-чуть, может быть, доработано. Санобработка баков, ремонт, перегруз отходов и очистка машин. Все это происходит на технической базе. Как подчеркнул генеральный директор компании «Экотехпром», летом объем работы увеличился более чем в два раза. Ежедневно рабочие вывозят 560 тонн мусора. Сколько сегодня вообще работает автомобилей по городу? Сколько, соответственно, баков расставлено? Значит, расставлено по Анаповскому муниципальному округу порядка 2500, то есть 2600 копейками. Значит, машина работает 37 на день. Да, машина работает в день, и если есть моменты, связанные с невывозом баков по каким-то объективным причинам, там машину заставили подъездом, еще что-то, машина выходит в ночь. Следующей точкой рабочего объезда стал офис компании «Экотехпром». Он расположен на улице Парковой. Это своеобразный координационный центр. Благодаря специальной программе сотрудники могут в реальном времени увидеть, из каких районов был вывезен мусор, сколько автомобилей работают в городе и сельских округах, где находится техника и даже количество топлива в баках. Синим цветом показано, где контейнерная площадка еще задания не выполнена, то есть не убранная зеленым цветом, где выполнен. Всего в несколько кликов и по одному звонку операторы могут скоординировать работу техники. Тема обращения с твердыми коммунальными отходами, как подчеркнул мэр курорта, для Анапы злободневная. Сейчас продолжается отладка системы, она далеко не идеальна. Есть жалобы от местных жителей, например, на качество вывоза мусора или несвоевременно доставленные квитанции. Мы с вами побывали на двух ваших объектах, и в Кресецком. И в офисе мы увидели, как увеличивается количество техники, усиливается штат ваш. Посмотрели, вот еще раз повторюсь, как отлажена работа на вашей технической базе. Достаточно серьезный системный подход к работе сегодня я отмечаю ваш. Тем не менее, проблемы есть. И о них в первую очередь мы узнаем от наших жителей, многочисленных гостей. В рамках нашей системы и портала обратной связи через Центр управления регионом, Центр управления городом на постоянной основе мы мониторим и собираем все замечания, которые есть. Главы сельских округов и представители органов ТОС «Рупор населения». Именно они были приглашены на совещание в мэрию Анапы, чтобы напрямую задать вопросы регоператору. Специалисты стараются оперативно решать возникшие проблемы. Сейчас продолжает работать горячая линия. С этой недели без выходных с 9 утра до 6 вечера. Обслуживают абонентов сразу в двух офисах на улице Промышленная 4 и Шевченко 288-Б. Здесь не заключаются договоры. Нужно помнить о том, что региональный оператор Экотехпром не заключает бумажных договоров с физическими лицами. Мы работаем в рамках договора оферты, который не подразумевает обязанности иметь договор на бумаге. Если человек желает иметь такой договор, да, он может обратиться в абонентский отдел Экотехпрома на объездную 5, и там ему подготовят такой договор, коллеги его выдадут, и у человека на руках договор будет. Сейчас в двух офисах работают 20 человек. Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера, а также во вторую и четвертую субботы каждого месяца до 13.00. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.